Здравствуйте! В эфире новости 24 в студии Ольга Десятого и сегодня в программе. Как повысить эффективность работы ТОСов обсуждали на специальном семинаре. Его открыл глава Сочи. От пешеходных прогулок до занятий на велосипедах. На тропе здоровья полным ходом идет подготовка к городским соревнованиям. Совсем скоро музей истории порадует горожан и туристов интересной выставкой. Открытие в ноябре. Получить консультацию по всем вопросам еврейского образа жизни, а также произнести святые слова молитвы. Передвижная синагога снова в Сочи. Губернатор поручил Краевому Минсельхозу следить за ценами на кубанские продукты. Импортозамещение товаров, попавших под санкции, стало главной темой рабочей встречи Александра Ткачева с министром сельского хозяйства края Сергеем Горкушей. Глава региона подчеркнул, необходимо активизировать все мощности кубанского АПК. Край может и должен стать одним из ведущих экспортеров продуктов. Я поручаю Минсельхозу края в кратчайшие сроки встретиться с нашими ведущими сельхозтоваропроизводителями, для того, чтобы выработать единую стратегию и, конечно, реально оценить наши возможности. Также прошу учесть все идеи и предложения наших аграрий, в первую очередь малых и средних предприятий. И еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание, это цены. Нельзя допустить, чтобы нечистые на руку личности, предприниматели наживались на этой ситуации и искусственно звинчивали цены. И здесь очень важно работать с сетями, оптовыми продавцами, для того, чтобы мы могли насытить рынок, прежде всего местный, своими отечественными, кубанскими продуктами, дешевыми, вкусными, полезными. Александр Ткачев также добавил, что ждет от Минсельхоза предложений по развитию перерабатывающей промышленности в крае. Задача как можно быстрее выработать стратегию наращивания объема готовой мясной, молочной, рыбной и овощной продукции высокого качества, спрос на который в ближайшее время будет столько расти. 11 залов, 9 видов спорта и научный подход к победам. В Краснодаре открылся комплекс тренировочных залов. По масштабам он может сравниться с подобными объектами только в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Чемпион, так называется новая база, станет местом подготовки не только для олимпийских чемпионов, но и для начинающих спортсменов. Продолжат наши краснодарские коллеги. Если бы для спортсменов придумали отдельный рай, то это место смело может претендовать на такое звание. Попадая в новый тренировочный комплекс, даже у человека, не связанного со спортом, может дрогнуть мускул. В этих стенах на занятиях физической культурой мотивирует все. От новейших тренажеров до самого названия. Чемпион. Вместе с серебряным призером Олимпийских игр, батутистом Дмитрием Ушаковым красную ленту новых спортивных побед на открытии чемпиона перерезал губернатор края Александр Ткачев. В прошлом, кстати, сам активно занимавшийся волейболом. 11 тренировочных залов, которые здесь построены, будут создавать условия, возможности для серьезных спортивных достижений и, естественно, побед. Мы вкладываем порядка 10 миллиардов рублей в спорт, развитие спорта. Я уверен, что это оправдано, потому что уже практически каждый второй школьник занимается сегодня спортом. 900 юношей и девушек выступает за сборную России в разных видах спорта. Все, что требуется от нам взрослых, мы сделали. И на этом, как я уже говорил, не остановимся. В этом городе спорта мы еще будем создавать подобные красивые, очень важные объекты спортивные. И не только здесь. И, конечно, по всему краю. Конечно, в каждом муниципальном образовании. Это не только предмет нашей гордости, но это наша политическая задача. Кубань – спортивный регион. Кубань – олимпийский регион. С хорошими традициями, историей. И мы должны выступать и занимать ниши в спорте во всех видах спорта. Комплекс тренировочных залов расположился в Краснодаре на территории города спорта в районе Энка, рядом с баскетхоллом и ледовой ареной. В новое здание переедут краевые спортивные школы. Одновременно здесь могут заниматься до тысячи человек. На трех этажах – девять видов спорта. Здесь не только популярны на Кубани секции бокса, борьбы, прыжков на батуте, тяжелые атлетики, но и виды, которые пока не могут похвастать армии поклонников. Например, фехтование и пулевая стрельба – одни из самых технологичных видов спорта. Особое внимание здесь уделили спортсменам с ограниченными возможностями. Александру Ткачеву показали отдельный зал, который проектировали с учетом всех нюансов, которые могут возникнуть во время тренировок. Здесь все соблюдено в плане условий для людей с ограниченными возможностями. Везде абсолютно есть пандусы. Ребята видят, что сейчас для спортсменов, для спорта делают все абсолютно. И краевые власти, и вообще Россия президент. То есть все делается для того, чтобы спортсмен, независимо от его уровня, он мог идти к своей цели, к Олимпиаде, к Паралимпиаде. В новом зале спортсмены смогут готовиться сразу по нескольким паралимпийским дисциплинам. Оборудование в новый комплекс закупалось у ведущих спортивных фирм. Любой атлет знает, что качественные условия тренировок не только приближают к победам, но и снижают риск получения травм. Александру Ткачеву в зале спортивной гимнастики демонстрируют снаряды. Все от компании, которая готовит площадки к выступлениям на Олимпиаде. Новый зал для спортивной гимнастики в Краснодаре – самый крупный в России. Без сомнения, как говорят тренеры. Наконец мы будем здесь сборы проводить. Мы все в Ростов ездили или еще куда-то не было. А сейчас все здесь. Юным спортсменам такая база сейчас позволит заложить фундамент на будущее и завоевать место в сборной команде страны, уверен Александр Ткачев в разговоре с начинающими гимнастами. Здесь за честь работать, заниматься спортом. Мы в таком возрасте даже не мечтали об этом, правильно? Конечно. Да, я думаю, что, наверное, даже не в каждой регионе, в области, крае, республике, в нашей стране есть нечто подобное. Это уж точно. И то, что мы немножко вперед ушли, значит, это дает возможность нам по-настоящему заниматься спортом, профессионально. Еще один из самых просторных залов комплексе тоже отдан гимнастике, только художественной. Несмотря на то, что кубанской команде не так много лет, она уже входит в десятку лучших в России со своими суперзвездочками в составе. У нас девочка наша, Краевая Ирочка Аненкова, выиграла этап Кубка мира. Это был выход на детские Олимпийские игры. Она стала первой, причем с очень большим отрывом от своей соперницы на два балла. Мы надеемся, что за это время подготовки ничего не случится, и она будет у нас первой участницей в истории Кубани. А вот школа краснодарского батута традиционно одна из сильнейших в России. Достаточно вспомнить первых олимпийских чемпионов в этом виде спорта – краснодарцев Александра Москаленко и Ирину Караваеву. В новом зале, уверены тренеры, появится еще не один чемпион. В зале тяжелой атлетики главу региона встречают именитые спортсмены – призеры Олимпиады, чемпионы Европы и России. Эта площадка, как и другие, оборудована системой климат-контроля. Вроде бы незначительная вещь для тренировок, но очень влияющая на высокие результаты. При таких нагрузках важен каждый градус. Ну так, нормально, ребят? Все очень здорово. Кондиционирование хорошее, да? Все, свежего захода, достаточно. Все хорошо. Кондиционеры немножко убавили, было холодно. Особенность этого тренировочного зала – возможность трансформироваться в площадку для соревнований с местами для зрителей. У нас есть телескопические такие трибуны разборные. И на уровне, допустим, масштаб Краснодарского края мы можем даже здесь проходить. Потому что соревнования вот один помост, все на все. Мы ставим вот так вот и 300-500 посадочных мест и проводим соревнования. Заниматься в таких условиях будут не только профессиональные спортсмены, но и те, чьи победы еще впереди. Очень шикарно, очень все красиво, светло. Мне кажется, уютно и очень удобно. До этого мы занимались на стадионе, но там и такие условия. Условия для детей созданы идеальные. То есть, насколько я слышал, в этом спортивном комплексе могут заниматься члены сборных команд России. То есть, он самого высшего класса, который может быть. Нам очень понравилось. И даже нашему малышу понравилось. Он смотрел зачарованно на всех, как выступали, и хлопал. Вот так, да, Миша? Тебе понравилось? Да. Но достичь серьезных результатов в спорте, высоких достижений на одном характере и регулярных тренировках сейчас уже нельзя. В новом комплексе создали собственный медиковосстановительный блок. С научным подходом здесь не только лечат, но и в буквальном смысле рассчитывают возможности спортсменов для победы. Мы анализируем спортивную технику у спортсменов разных видов спорта. В частности, вот здесь стоит скамья, аппаратно-программный комплекс для пауэрлифтинга, для инвалидов. В будущем в городе спорта, где открылся комплекс чемпиона, появится 15 теннисных кортов и бассейн. В таких условиях, говорят сами спортсмены, для победы остается только желание самого атлета. Пацаны, слышите? Победы нужны. Давайте занимайтесь, чтобы был результат. Чтобы нашу Кубань прославляли. Александр Иванченко, Яна Москаленко, Денис Перец, Валерий Пятов, 9 канал, Краснодар. Льготное кредитование позволило многим частным домам в Сочи преобразиться. Специальная программа, действующая в период подготовки к Олимпийским играм, была создана по инициативе мэра Анатолия Пахомова. Накануне городоначальник встретился с сотрудниками Сбербанка, поблагодарил их за хорошую работу и за предоставленную возможность сочинцам привезти свое жилье в соответствие с требованиями единого архитектурного облика. Расскажет Татьяна Нагорская. Вот это было раньше, вот это все было, вообще валилось, идешь и падает все, все кругом. Чуть меньше года потребовалось Любови Буглучевой, чтобы дать новую жизнь этому дому, расположенному в центре хосты на улице Ялтинская. Теперь и не скажешь, что это жилье было построено еще в далеком 29-м. Сделать ремонт внутри помещения, облицовать фасад сайдингом, заменить крышу и провести немало работ на придомовой территории. На все это потребовалось больше миллиона. Найти самостоятельно такие средства Любови Григорьевне было не под силу, помогла программа льготного кредитования. Мы сделали все вместе, и соседи мы организовали, и сама я работала. Мы забетонировали проезд, поставили абордюры, посадили декоративные растения, сделали освещение, видеонаблюдение, поставили забор, такой, как нам предусматривала архитектура. Потому что дом находится и наша территория в зоне строгого олимпийского гостеприимства. Привести к единому архитектурному облику необходимо было все дома, находящиеся в зоне международного гостеприимства. И если предприниматели смогли обновить свою недвижимость за свой счет, то украсить жилые дома помог муниципалитет, который взял на себя обязанность погашать 7% от суммы кредита. Тех, кто решил воспользоваться этой программой, в Сочи немало, ведь сумма выданных льготных кредитов составила более 84,5 миллиона рублей. Всем миром мы привели наши дома, можно их назвать на тот момент избушками на курьих ножках, потому что тут даже не думали никогда, что в принципе город украсится и будет сегодня вызывать просто уважительное отношение к горожанам за то, что они содержат в таком состоянии город. С нас берут многие примеры, в том числе и Краснодар. Помимо программы льготного кредитования, на курорте активно внедрилась система безналичного расчета. Пластиковые карты теперь принимают порядка 5000 предприятий сферы торговли и услуг. К сравнению 5 лет назад такую возможность могли предоставить лишь 700 организаций. В рамках подготовки к играм в Сочи удалось решить и проблему нехватки банкоматов. Такие показатели – результат качественной и оперативной работы банковской сферы в целом и в частности сотрудников Сбербанка. Особо отличившихся глава города наградил благодарственными письмами и почетными грамотами. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня состоялось очередное заседание градостроительного совета при главе Сочи. Ведущим архитектором города представили ряд проектов планировки Адлерского и Лазаревского района. Все подробности у Елены Овсециной. Городостроительный совет не принимает каких-либо решений, но может дать профессиональные консультации. Поэтому именно на совете при главе города рассматриваются серьезные проекты планировки сочинских территорий. Мэр Сочи Анатолий Пахомов призывает архитекторов работать на значимый результат. Дойти до каждого человека, решить все проблемы, которые накопились у людей. Естественно, что приоритетом будет строительство детских садов и учреждений, а также переселение людей из аварийного фонда. В связи с существенными изменениями, которые необходимо внести в устаревший генеральный план, сейчас за основу берется комплексное градостроительное развитие Сочи, дальнейшее улучшение качества городской среды. Доведение до логического завершения проекта планировки территории, в составе которых будут разработаны и утверждены красные линии, как раз и позволит уже не отступать никуда, а это часть реализации генплана, это самое, так сказать, направление такое действенное в борьбе с самостроями. На совете архитекторы рассмотрели сразу два проекта планировки районов – Адлерского и Лазаревского. Очень тщательно и подробно проработана вся территория. Здесь красные линии наложены под основу аэрофотосъемки, чтобы было понятно, к каким улицам они относятся. Работа достаточно кропотливая и непростая, но тем не менее нам удалось ее решить. Архитекторы отмечают, преобразившийся Сочи теперь нужно сделать более удобным для проживания и отдыха гостей в соответствии с разработанной концепцией развития сочинской курортной агломерации, то есть компактного скопления населенных пунктов. Проект агломерации, который сейчас так актуально везде обсуждается, он нацелен на то, чтобы создать новые условия для ведения бизнеса, для изменения качества среды и качества жизни, конечно, населения, и сделать город более привлекательным для отдыхающих. Члены градостроительного совета обсудили изменения в генеральный план города Сочи с учетом построенных олимпийских объектов, значительной корректировки транспортной схемы и создания новых пляжных территорий. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ. На курорте прошел очередной семинар председателей органов территориального местного самоуправления. На этот раз председатели городских ТОСов отправились в аул Большой Кичмай. К разговору о том, как повысить эффективность участия ТОСов в вопросах местного значения, присоединился и глава города Анатолий Пахомов. Он открыл семинар. Подробности далее. Аул Большой Кичмай. Сегодня этот населенный пункт село можно назвать разве что условно. Большому Кичмаю есть чем похвастаться. Дома как с картинки, отремонтированные в едином стиле. Новые заборы, дороги, школа не хуже, чем городская. Одним словом, все блага цивилизации. В прошлом году Большой Кичмай в конкурсе по благоустройству был признан лучшим селом курорта. А еще Большой Кичмай – это колыбель древних традиций. Историю адыгов, шапсугов здесь чтут. Они рассказывают туристам, которых в ауле всегда немало. Вот и сегодня у Айсы Ачмизова в шапсугском подворье. Целый дом гостей. Большая делегация – представители городских ТОСов, которые приехали в Большой Кичмай на очередной семинар органов территориального местного соуправления по обмену опытом. И не смогли отказать себе в удовольствии еще больше узнать о культуре шапсугов. Например, приготовление традиционного блюда – копченого сыра. Для того, чтобы приготовить сыр, нам потребуется обычное домашнее молоко, сыворотка и чугунок. А еще Большой Кичмай славится своим ТОСом. По результатам прошлого года среди всех городских советов он признан лучшим. Я считаю, что управление администрации города Сочи по работе с ТОСами, общественными организациями делает большую работу, организовав этот обмен опытом. У каждого ТОСа своя изюминка в работе есть. И если кто-то чему-то научился, это уже задача, поставленная семинаром, я считаю, решена. Секретом успеха местные ТОСовцы с коллегами делятся уже на семинаре. Это тесное взаимодействие с жителями села и помощь в решении проблемы отдельного человека. Именно так должен работать каждый ТОС, отметил Анатолий Пахомов, открывая семинар, цель которого – повышение эффективности участия советов в вопросах местного значения. Что такое вопрос местного значения? Это наведение санитарного порядка, организация субботников, участие в обеспечении общественной безопасности. Убранная территория и посаженные деревья, отремонтированные скамейки, аккуратные детские досуговые площадки, вода поднимают настроение и приучают каждого жителя к порядку. Благоустройство, санитарное состояние, проблемы ЖКХ – вот спектр проблем, которые в силах помочь решить жителям городские ТОСы. Как именно будут обсуждать на таких семинарах? В Большом Кичмай прошел уже второй по счету. Первый состоялся в ТОСе Хоста. В планах провести подобные встречи на базе каждого из 63 советов местного самоуправления. Татьяна Нагорская, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Катание на роликах и велосипедах, спортивный бег и ходьба – вот неполный список того, что можно делать на тропе здоровья. За последние три года сочинский теренкур набрал большую популярность как среди горожан, так и среди отдыхающих. И неудивительно, ведь тропа благоустроена и подходит как для отдыха, так и для занятия спортом. Через каждые 300 метров по всей протяженности маршрута от стадиона до железнодорожной станции Мацеста установлены скамейки. Но долго никто не засиживается. На тропу здоровья приходят любители здорового образа жизни, чтобы позаниматься лечебной ходьбой, побегать, покататься на роликах или велосипеде. Кстати, трасса подходит и для занятий маунтинбайком. Есть крутые склоны и повороты. Я периодически здесь появляюсь, я занимаюсь физическими упражнениями, совмещаю это с простым любованием природы. Здесь очень нравятся красивые места. Узнал в этом месте, когда ездил в университет, как раз по дороге, рядом. Мне очень нравится, что вроде бы и недалеко от людей, большого населенного пункта, а вроде бы и такое достаточно уединенное место. Создали тропу еще в советские годы, но со временем теренкур пришел в негодность. Кроме того, здесь велись строительные работы. Тропа здоровья несколько лет была закрыта. По поручению главы города теренкур реконструировали, повелили бордюры, покрасили так называемые парковые диваны и привели в порядок покрытие дорожек. Функционирует тропа с 2009-го. А последние три года здесь ежегодно проходят соревнования и молодежные акции. Достаточно оборудованы для дозированной ходьбы, для занятий спортом, с наличием лавочек, с наличием освещения, хорошего покрытия теренкуры. Теренкур. Территория позволяет здесь проводить нашему отделу по работе с молодежью массовые мероприятия. Маршрут тропы здоровья проложен по территориям нескольких здравниц, но по договоренности с руководством этих санаториев проход закрывают только с 11 вечера до 5 утра. На теренкуре поддерживают чистоту, проводят субботники, косят траву, обрезают деревья. Сейчас началась подготовка к городским соревнованиям по бегу по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. Состязания будут приурочены к началу нового учебного года. Митцва-танг снова в Сочи. Сегодня экипаж молодых раввинов побывал во всех районах курорта. Синагога на колесах ежегодно объезжает десятки городов России, чтобы рассказать людям о еврейской культуре, ее особенностях и традициях. Третья по счету еврейская этнографическая экспедиция по городам России стартовала 7 августа. В этом году митцва-танги отправились по четырем маршрутам. За три недели они посетят около 70 городов. Молодые раввины на этой мобильной синагоге уже побывали в Крыму, Краснодаре и Анапе. Сегодня в Сочи. Сначала остановились в центре курорта на площади у Южного Мола. Здесь они представили священные книги, свитки и другую иудейскую атрибутику. Есть тфилин, это то, что каждый мужчина каждое утро одевает, чтобы помолиться, связь с Вишневым. Талит тоже, особая одежда, которую мы одеваем во время молитвы. Мезуза, это то, что в каждом еврейском доме мы ставим на дверь. И разные брошюры, которые рассказывают о евреевстве, вообще для каждого человека. Главная цель акции – пробудить интерес евреев к знаниям и традициям своего народа. Для курорта еврейская культура уже знакома, ведь в многонациональном городе, естественно, есть своя синагога и раввин. Но нередко встречаются и те, кто еще не знает о религиозных обрядах. Здесь такой выезд, идти навстречу, для того, чтобы люди знали о своих традициях, о своих праздниках, вообще о жизни еврейской и в городе, и в остальных частях России, и мира. Уже завтра этот митцва-танк отправится в Армавир, затем посетит еще 15 городов России. В Москву мобильная синагога вернется 24 августа. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. 15 августа в России будут отмечать День археолога. Представителям этой профессии Сочи был всегда интересен. Подтверждение тому сотни экспонатов в Музее истории города-курорта. Первые археологические раскопки на территории Сочи провели в 1937 году. Тогда экспедицию организовал Институт истории и материальной культуры Российской академии наук. Одной из самых богатых на находке стала Ахштырская пещера. Много интересного удалось раскопать и в Воронцовской. Она даже стала предметом исследования в одной из кандидатских диссертаций. Часть находок пополнила фонды Музея истории Сочи. Экспонаты говорят о том, что территорию курорта начали заселять еще в глубокой древности. Их бесчисленное множество. В музее насчитывается свыше 20 тысяч предметов фонда. Когда я беру предмет в руки, для меня за ним оживает целая история. Я вижу, как его обрабатывал человек, как он его делал, как он с ним ходил на охоту. Кстати, Елена Галищева сейчас начала работу над новой выставкой «Сокровища древнего Сочи». В нее войдут экспонаты, которые были найдены в ходе олимпийского строительства как в горном, так и в прибрежном кластере. Ведь при возведении объектов, будь то дорога или спортивный дворец, к работе обязательно привлекали археологов. Результат – сотня уникальных с точки зрения истории, найденных в земле вещей. Например, вот эти обнаружены около села Голицына на месте храма Ильи Пророка, который датируется IX-XI веками. В коллекции предметы эпохи Средневековья – гвозди, черепица, элементы украшений. Вокруг храма были найдены захоронения, 15 захоронений. В частности, посмотрите, вот этот сосуд с шаровидным туловом. Он был найден в погребении. Сейчас все предметы тщательно изучаются. На каждый будет составлен специальный паспорт. Выставку «Сокровища древнего Сочи» планируют открыть в ноябре. Август – время подготовки детей к школе. В этом году проблем у родителей будет гораздо меньше. «Спортмастер Гипер» представляет широкий ассортимент детских товаров и спортивного инвентаря. Слово Игорю Кырпа. Новый учебный год не за горами, и дети с мамами и папами уже готовятся к школе. В «Спортмастере Гипер» можно подобрать спортивную одежду и обувь для первоклассников и учеников старших классов. Также здесь огромный выбор спортивного инвентаря для плавания, тенниса, единоборств и многое другое. В магазине «Спортмастер Гипер» выгодно и удобно совершать покупки. Здесь вы найдете именно то, что нужно вашему ребенку на любой вкус и кошелек. Одежда для детей представлена известными брендами – «Демикс», «Найк», «Пума», «Фила» и другими. Я советую спортивный костюм «Демикс» – «Геллстрек Сьют» нежно-розового цвета. Он подходит так и для занятий спортом, так и для ежедневных прогулок по улице. Стоит он всего 999 рублей. К любому спортивному костюму можно подобрать хороший удобный футболк. Аналогичные костюмы есть и для мальчиков. Проблем с выбором футболок тоже не возникнет. Есть и экономичные варианты. Например, футболка «Демикс Де Бойс» из натурального хлопка. Отличный вариант для занятий спортом и повседневной носки. А главное, стоит всего 99 рублей. Порадует покупателей большой ассортимент обуви. Все модели произведены из высококачественных материалов, которые позволяют коже дышать и выводить лишнюю влагу. Современные технологии помогут снять нагрузку со связок, что снижает травматизм при занятиях спортом. Для тех, кто ищет экономичный вариант, есть универсальные кроссовки «Демикс» для подростков. Верх и синтетическая кожа позволяют стопе дышать. Кроссовки подойдут для занятий различными видами спорта. А стоят всего 599 рублей. И, конечно же, как обойтись без рюкзака. В «Спортмастере Гипер» широкий выбор рюкзаков для любых целей. Для школьников с яркими и модными принтами. В них удобно носить и книги, и спортивную форму. Самое выгодное приложение – рюкзак «Демикс». Простой удобный с дополнительными внешними отделениями для разных мелочей. И регулированный лямками. Представлены разных расцветков. Стоит всего 499 рублей. В «Спортмастере Гипер» представлены не только спортивная одежда и обувь, но и богатейший выбор спортивного инвентаря. Футбольные, баскетбольные мячи – все для большого и настольного тенниса. И, конечно же, для плавания. В сентябре это время найти новое хобби – записаться в спортивные секции, заняться новым видом спорта. И для всего этого вы сможете найти спортивную одежду, обувь и инвентарь в «Спортмастер Гипер». Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ» Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ» Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ»